Видите, сюда пригласил вас, правда, честно, для того, чтобы рассказать вам сказку. Правда. И поэтому, даже несмотря на то, что душно, здесь почему-то действительно исключительно душное помещение, попробуйте сделать такую вещь, убрать бумажки, сказка эта, естественно, есть в книжках. Я не знаю, как в интернете, но в книжках есть точно. Думаю, что и в интернете тоже. И все, что я от вас пока хочу, чтобы вы эту сказку послушали. В моем, я не уверен, что самом лучшем на свете исполнении, я пытался понять, между прочим, как же правильно поступать, чтобы читать сказку, как ее читали настоящие рассказчики сказок. Но, в общем, это страшная интересная история про сказки, сказочников, но я не нашел правила, как правильно это сделать. Поэтому, хорошо, хорошо, я вам просто ее почитаю. Ладно? Сказка длинная, поэтому... Давайте. Да, она «Братьев Гримм». Авторская сказка? Нет, они записывали народные сказки. Немецкие, правда. Вот, называется она «Милый Роланд». Кто знает такую сказку, поднимите руки. Вот, видите? Это тем более будет интересно. Хорошо? Договорились? Готовы слушать? Итак, жила-была на свете женщина. Настоящая ведьма. И были у нее две дочери. Одна была безобразна и зла. И, разумеется, эту дочь она очень любила. Потому, что это была ее родная дочь. А еще у нее была падчерица. Падчерица эта была прекрасна собою, добра сердцем. И, естественно, эту падчерицу, видимо, ненавидела. Ну, вот, однажды падчерица надела фарточек. Ну, видимо, она его как-то очень сексуально одела. Потому, что он до такой степени понравился ее названной сестре, что та, завидуя, потребовала у матери и для себя точно такой же фарточек. «Повремени, дитятка», – ответила ведьма. «Будет у тебя такой же фарточек. Твою названную сестрицу давным-давно пора убить. И вот сегодня ночью, как только она заснет, я приду к вашей кровати и отрублю ей голову. Позаботься только о том, чтобы лечь в постели у нее за спиною, а ее выдвини немножко вперед, к изголовью». Бедняжка и точно поплатилась бы жизнью, если бы она из укромного уголка не подслушала всей беседы матери и дочки. За целый день бедная падчерица не посмела даже и шагу ступить за порог дома. А когда вечером пришло время спать ложиться, бедная девушка должна была первая улечься в постель, чтобы ее злая сестра, как и велела ей мать, могла лечь сзади. Но когда та заснула, падчерица выдвинула ее немножко вперед, а сама залезла ей за спину к стенке. Среди ночи старуха подобралась к постели, держа в правой руке топор. Вот, нечто прямо противоположное Раскольникову. А левой она ощупала, лежит ли кто-нибудь, выдвинувшись головой вперед. И затем, ухватив топор обеими руками, она отрубила голову своей родной дочери. Когда она ушла, девушка поднялась с постели и пошла к своему милому, которого звали Роландом. И постучала в его дверь. Когда он к ней вышел, она сказала, «Слушай, миленький, сладенький Роланд, мы должны отсюда бежать как можно скорее. Мачеха хотела меня убить, но вместо меня убила свою родную дочь. Когда рассветет, и она увидит, что сделала, мы погибли». «Я же тебе все-таки советую, сказал Роланд, чтобы до того, как бежать, ты взяла из ее дома волшебный жезл. А не то, мы не сможем спастись от ее преследований никаким бегством». «Девушка принесла волшебный жезл ведьмы, а затем взяла отрубленную голову сестры и накапала три капли крови. Одну перед постелью на полу, одну в кухне и одну на лестнице. После этого они с ее возлюбленным Роландом сбежали. Когда старая ведьма проснулась поутру, она кликнула свою дочку и хотела отдать ей фарточек падчерицы. Но та не явилась на зов ее. «Да где же ты?» – крикнула ведьма. «Здесь я на лестнице подметаю», – ответила ведьме одна из капелек крови. «Старуха вышла на лестницу, никого там не увидала и еще раз крикнула. «Да где же ты?» «Да здесь я в кухне пришла погреться», – отвечала ей вторая капелька крови. «Ведьма и в кухню пошла, и там ничего не нашла». «Да где же ты?» – закричала она дочке в третий раз. «Ах да здесь же я в постели сплю!» – крикнула ведьме третья капелька крови. «Та пришла в комнату к постели. И что же она там увидела? Своё родное дитя, которое плавало в луже крови, и которому она своими руками отрубила голову. Ведьма пришла в ярость, бросилась к окну. И так как она обладала способностью очень далеко видеть, то увидела свою падчерицу, которая поспешно удалялась со своим милым Роландом. «Не уйдёте вы от меня», – прошипела ведьма, – «как бы далеко вы ни были, и всё же не уйдёте». Она тотчас обула свои спаги-скороходы, в которых, что ни шаг, то она час пути перемахивала. И немного спустя она уже нагнала обоих беглецов. Но, завидев старуху-ведьму, девушка обратила при помощи волшебного жезла своего милого в озеро, а сама обернулась уточкой и стала посреди того озера плавать. Ведьма остановилась на берегу, стала бросать утке крошки хлеба, и всеми силами старалась приманить её к берегу. Но утка себя приманить не дала, и старая ведьма должна была вечером вернуться домой, так ничего и не добившись. А падчерица со своим милым снова приняли обычный вид, и ещё целую ночь шли путём дорогою до рассвета. А на рассвете падчерица обернулась сама прекрасным цветком посреди терновой изгороди, а своего милого Роланда обернула в музыканта со скрипкой. Вскоре после того явилась следом за ними и ведьма, и сказала музыканту, «Милый музыкант, дозволено ли будет мне сорвать этот цветок?» «О, да, конечно», — отвечал музыкант, «я даже помогу тебе, подыгрывая на моей скрипке». И вот, когда она поспешно залезла в изгородь, стараясь поскорее сорвать цветок, она знала, конечно, кто цветком обернулся. Музыкант начал ей подыгрывать, и ведьма волей-поневолей должна была плясать, потому что музыка эта была волшебная. И чем быстрее он наигрывал, тем выше она подпрыгивала. И терновник срывал с неё одежду клочьями и терзал её тело. Так как музыкант не переставал играть, ведьма плясала до тех пор, пока терновник не разорвал её на клочки. Вот ужас-то какой. Когда они таким образом избавились от ведьмы, Роланд сказал, «Я теперь пойду к моему отцу и займусь приготовлениями к свадьбе». «Ну так я пока здесь останусь», — сказала девушка, «и подожду тебя. А для того, чтобы меня никто не узнал и не нашёл, я обернусь красноватым камнем». Роланд ушёл, а девушка, превратившись в красноватый камень, осталась на поле и стала ждать своего милого. Но когда Роланд шёл домой, он попался в западню к другой женщине, которая была очень красива. И довела его до того, что он забыл свою милую. Знаем мы эти методы. Долго ждала его девушка, но когда он совсем не вернулся, она запечалилась и обернулась цветком, подумав, «А вось кто-нибудь пойдёт путём дорогу и меня растопчет». Случилось, однако же, что на том поле пастух пас овец. Увидел цветок, сорвал его, потому что уж очень красив он ему показался. Снёс домой и положил к себе в ящик. С той поры все в доме пастуха всё в доме пастуха стало совершаться каким-то чудом. Чуть он поутру вставал, как вся работа в доме была уже сделана. Комната выметена, стол и лавка чисто протёрты, огонь разведён в очаге, и вода в дом наношена. А в полдень, когда он возвращался домой, у него уже был и стол накрыт, и хорошее кушание на стол подано. Он даже и понять не мог, как это происходило, потому что он никогда никого не видел в своём домике, да и спрятаться в нём было негде. Понравился пастуху, чего там скрывать этот тщательный уход за домом. Но затем он уж стал этих домашних чудес понемногу и побаиваться. Пошёл он к одной ведунье и спросил у неё совета. А ведунья и говорит, Тут колдовство замешано. Как-нибудь рано утром проснись и приметь, не движется ли что-нибудь в комнате. И если что-нибудь увидишь, что бы это ни было, сейчас же набрось белый платок. Действие волшебства сразу прекратится. Пастух поступил, как ему было сказано, и на другое утро, на самом рассвете, он увидел, как ящик стола открылся, и цветок из него вышел. Подскочил он к цветку и набросил на него белый платок. И тотчас цветок обратился прекрасной девушкой. И она созналась ему, что была цветком, и в виде цветка присматривала за его домашним хозяйством. Рассказала она ему судьбу свою, и так как она ему очень понравилась, он спросил, не хочет ли она за него выйти замуж. Но она отвечала, не хочу, так как она хотела остаться верной своему милому Роланду. Но она обещала, что не уйдет из его дома и будет продолжать вести его домашнее хозяйство. Садистка, видимо, была. Тут как раз подошло время свадьбы Роланда, и по старинному обычаю было по всей стране объявлено, чтобы все девушки собирались на свадьбу и славили молодых песнями. Красная девица, как услыхала об этом, так и запечалилась. Сердце у нее разрывалось на части. Она и не хотела идти на эту свадьбу, да другие девушки зашли за ней и увели ее с собой. Когда же наступила ее очередь петь в честь новобрачных, она все пыталась отойти, пока не осталась последней, одна одинешенькая и должна была при всех костях пропеть свою песню. Но только она запела, как Роланд заслышал ее пение, вскочил и воскликнул. Я знаю этот голос, это поет моя настоящая невеста и другой я не желаю. Все, что он успел забыть, вдруг вновь проснулось в его сердце. Тогда верная девушка, верная Роланду девушка пошла с ним под венец, ее страдания окончились и наступили для нее дни счастья и радости. Тут и сказки, сами понимаете, конец. Послушали? Я работал. Вот. Теперь закройте глаза, возьмите бумажки. Я специально спер разноцветные карандашики. И давайте я вам дам, ну сколько, ну 7 минут, заодно проветрю пока. Да. Как бы, чтобы вы нарисовали хотя бы условно, чисто символически, как хотите. Спасибо. Можно цветными карандашами, можно собственной ручкой. Показывать, в общем, совершенно не обязательно, если не хотите, тот эпизод сказки, который вам запомнился. Хорошо? Ну, можете мне честно признаться, кто какие эпизоды нарисовал. Я могу приобначать себя. Меня последнее время очень волнуют три капельки крови, потому что это понятное дело. мне очень хочется, чтобы кто-нибудь за меня поговорил. Видимо. Ну, как бы, как хорошо. Кровь, полуавтомат. Но, видимо, все-таки не так легко дается обман. Правда? И, наверное, меня так или иначе проблема обмана, причем не обмана, вообще, а проблема моего обмана. Того, что я обманываю кого-то. видимо, очень волнует. Я, наверное, ощущаю в ней кровь. Кто чего еще рисовал? Цветок, который вырез из ящика. Цветок, выходящий из ящика. Что это значит, как вы думаете? ну, возможно, желание как-то, чтобы меня достали уже наконец-то с этого ящика, в котором я нахожусь, и, ну, произошло какое-то преобразование, не знаю. кто еще чего нарисовал? Я нарисовала тот момент, когда в терновнике расцвела она в виде цветка, и появился ее любимый в виде скрипача. Для себя я сейчас понимаю, что, наверное, это некое, может быть, непринятие в себе того, что, ну, даже самые счастливые истории имеют свойство быть подлыми, потому что, на мой взгляд, это прям явная подлянка. По отношению? По отношению к злой ведьме. Хоть она и убегала от нее, но все равно затащить человека там в виде я такая классная, распрекрасная, посмотрите на меня, а потом сверху топором по голове из этой серии. Вот. То есть, вам жалко злую ведьму? Ну, в любом случае, если уж это добрая сказка, то... Кто сказал, что она добрая? Боже, меня упаси, разве я стал бы вам читать добрую сказку? Это просто на меня не похоже. Я бы, это счастливый конец, как бы, и я подразумеваю то, что можно было бы и другим способом с этой ведьмой попрощаться. Я хочу сказать, что некоторые бы назвали это справедливостью, разве нет? Это я просто думаю о сегодняшнем эфире параллельно. Возможно. если вы, вам так искренне жаль старую ведьму, то, видимо, вы суровая девушка и привыкли разбираться со всякими там вертихвостками очень категорически, как бы, прямо с плеча, не раздумывая. Или вам бы так хотелось? Отчего девушка превратилась в камень? От страха, от ожидания, от чего, неизвестности. Ну, я не знаю, я не девушка, в этом, наверное, вся моя тяжкая беда. Но у меня почему-то, возможно, это очень важно, тоже актуально для меня. У меня крутится в голове слово обида. Но она таким, да, красивым цветочком его ждала. он рад банально после всего, что они пережили вместе. Соблазнился другой. Она стала ненужной. Ей стало обидно. Скорее всего, люди, которые рисовали камень, чувствуют себя ненужными, брошенными и обиженными. Извините. Но в камень-то она превратилась до того, как ее обидели, а не после. Разве? Да. Значит, я себя чувствую. Сначала она была целиком на этом самом же поле, а потом решили просто переделать с камень. Она начала была камень, а потом она превратилась в суток, чтобы здесь уже было. А, чтобы ее посорвали. Ну, клуб все равно. Сорвал по столу. Все равно. Я... На самом деле, на самом деле, смотрите, как интересно. Я же рассказываю не про сказку, а про себя. Правда? Какие-то обиды все еще имеют значение в моей душе, но все равно она превращается в камень. Почему? Ну, потому что не может ждать. Да? время у камней течет как-то совершенно по-другому. Камень это ожидание, и для меня в этом есть некоторая обида. Все равно обида. Для меня. Долго не идешь. А цветок, конечно, тут явная надежда, что его сорвут. Стоп, кто-нибудь еще что-нибудь нарисовал? Я нарисовал цветок, который уже типа собирается обратно в ящик. После этого убрался в комнате, приготовил еды, все почистил, все такая аккуратненькая и убрано. Не могу сказать. но на самом деле это какая-то мечта о порядке. Правда? Что? Ну, вот как-то вообще мы живем в мире, который очень хочется упорядочить. Как-то его привести в систему. я уже не говорю о том, что вне всякого сомнения, если бы я не рисовал капли крови, то я рисовал бы тот же цветок. Мне очень хочется найти женщину уже теперь, которая бы навела порядок. Но не в моей душе, в моей жизни, вот, в реальной. как бы ну, все мы отчасти как бы пастухи. Ходим куда-то пасти свое стадо. Правда? Приходим сюда. Кто еще чего нарисовал? Я пытался нарисовать сцену убийства. Мне показалось, что нелогично немножко как добрая пачерица. Вместо того, чтобы умереть самой? Нет, она могла убежать до того к Роланду. Она решила подвинуть и убить свидетель убийства. Вот она лежит с трупом в кровати. Мне показалось, что она сейчас убежит к Роланду до убийства. Она, получается, подставила свою сестру, а потом убежала. Какие-то вот это вопрос, что я представляю доброе, а в итоге она поступает как самая большая гнида во всей этой степени. Она вроде зла не держала. То есть она должна была умереть? Не, убежать была. Убежать? Можно было сделать что угодно, она же добрая красотка. От страха решила, да. Подождите, так один человек будет догонять в этом раскладе, а так два. Там непонятно, что еще. Там кривая уродина, как она догонит? будет. Ну, можно придумать много всяких разных мотивов. Ну, там сказано, что она не могла выйти из дома. За ней бы днем же не украдешь жезл, я думаю. Правда? волшебной посреди ясного дня, когда не спит колдунья. Ну, правда, она и не собиралась, жезл-то и Роланд присоветовал украсть. Но все равно, ну, наверное, я думаю, что ее бы догнали, растерзали днем с сапогами-то с кароходами. Ты, какие же проблемы-то? А так она виновата. Ну, фарточек-то нужен. Пока эта мамулька идет, типа, резать свою дочку. Дочка ее настоящая спит. Она выбежала из кровати, пошла, сперла это джезл и убежала. Все. Она, получается, случаясь не с убийством. И сколько лет, чтобы так мыслить? Она так не может мыслить. А замуж она уже мыслит. что? С какого возраста девушки мыслят замуж? Я вот помню, что у меня младшенький, когда, я никогда не забуду, им, наверное, было года по три с половиной в песочнице. Мой идет обиженный совком натурально наперевес такой из песочницы. Я говорю, что случилось? Он мне говорит, да ну их, этих девчонок, они все жениться хотят. Ну, простим, что жениться, а не замуж, в общем. Ну, простим им, ладно. Как бы, у меня это так перед глазами и стоит. Почему девушка не убежала? Ваша версия. была дура. Конечно, я думаю, что гораздо логичнее, естественно, она просто боялась. И от страха вела себя так, как вела. Высунуть сестру в темноте, наверное, было проще. А что это за страх? Собственно, в чем суть страха? О чем сказка? Ну, я могу сказать, это сказка целиком. О страхе быть обманутой. Потому что она начинается с того, что кто-то из психоаналитиков назвал бы комплексом электры, да, мать, которая лишает свободы и грозит смертью, грозит отрубить голову, то бишь самостоятельность какую-то возможность самостоятельного решения. Подавляющая мать, у мужчин это будет кастрирующий отец. А потом в общем ее обманывает милый Роланд, правда? Ну, он же все равно к ней пришел. И она счастливая дождалась. Ну, никаких. Я хочу сказать, что он, конечно, пришел, но на мой взгляд, это опять на мой взгляд. На вашем может быть иначе. На мой взгляд. Ну, потому что конец привинчен, потому что это сказка. Две последние строки создают хэппи-энд. Да, и вот в самый последний момент Роланд наконец очнулся от грез другой прекрасной девушки. Обманул ее. Разве обман обманщика считается обманом? А как вы считаете, обман обманщика является обманом? По факту она его обманула, а он потом обманул. А как же та девушка? Или мы ее сразу считаем змеей? Во-первых, она, мне кажется, не обманывала, там не было такого пункта. Он же мог не просто не сказать об этом. А в чем? А что, может, там его ждет женщина цветов в камень? Умолчание обманом не является. Слух не сказал? Ну да, она не знала. Она думает, ок, нормально, парень, надо подцепить, я не уверен, что девушки, вам надо опасаться, Николая. не слишком ли он хороший? Вот в чем весь вопрос. Но я в данном случае опять... Чем мы сейчас с вами заняты? Ерундой. Тактикой. чем еще? Какой? С самоанализом? С самоанализом. Я бы сказал самопознанием, между прочим. И в общем, это все можно оформить и оформлено на самом деле в виде некого методикой или техникой. Мне это трудно назвать. этот подход обычно называют эхом сказки. Я рассказываю сказку. Вы слышите эхо и на это эхо отзываетесь. вся проблема в том, что... Спасибо вам большое, потому что отозваться можно только действием. Кто что запомнил? Кто может повторить четверостиши? Что важно для вас? Что по словам а струна еще рыдает. А струна еще рыдает. Пусть роза сорвана, она еще цветет. Ну, воспользуюсь семинарской ситуацией. Не юная дама, сорванная роза, но она еще цветет. Об этом часто забывают. Это важно для нее. Это самая характеристика. Валя музыкант. Она музыкальна, и это важно для нее. Конечно, арфа. А струна-то еще рыдает? Это музыкальный отзвук. Это стишок Натсона. Вы совершенно не обязательно должны его помнить. Я им просто в юности очень увлекался. А он еще живой? Почему никто не сказал меня? Нас это сейчас волнует больше всего, потому что что означает эта фраза? Что струна еще рыдает, да? Что нужно оставить, что след остался, и что его помнят четверостишие раскрытия первой строки, разумеется. Но я хочу сказать, что совершенно не обязательно использовать сложную и длинную сказку. Вот я что делаю? Я читаю сказку, вот так вот разграфляю ее для себя. Чего для меня значат эти метафоры? Если я это понимаю, я могу работать с людьми. Что такое человек? Ну, если хотите, с этой точки зрения, это такая полифоническая картина эха от звуков. Да? Если мы посмотрим кино, то через некоторое время каждый запомнит какой-то свой эпизод, точно так же, как с этим прочтением сказки. это будет эхо-кино. С музыкой чуть посложнее, но на самом деле, если мы соберемся людьми, которые любят какой-то род музыки, то мы сможем найти общий язык, потому что у каждого будет звучать что-то свое. И это будет в прямом смысле этого слова некая полифоническая характеристика внутреннего эха. Все равно нарисовал, что-то свое. Даже если ты рисовал по мере того, как я рассказывал, просто опорный конспект, символический. Ты, например, нарисовал уточку не на озере, а в бассейне на ножках. Ну, скажем. И это значит, что вполне возможно вот это какая-то мечта об искусственном водоеме при коттедже, где я живу один, на крыше у меня стоит пулемет, и я там отстреливаюсь, это как бы ну моя действительная мечта. Есть некоторые эпизоды сказки, которые вы нарисовали, потому что слышали или один эпизод, да? Я его назвал эхом, то, что вы услышали. Это такие лежащие в воде красноватые камни, вокруг которых возникают водовороты и расходятся круги, некоторая интерференция. В зонах пересечения кругов тоже образуются свои искажения течений и водовороты. Когда дамы наши вспоминают дедушку Фрейда, у них обострение сексуального влечения, они болеют нереализованным, напряженным лебедо? Нет. они все время бродят по жизни и натыкаются на Роландов. Роланды делятся на хороших Роландов и не очень хороших Роландов. А Роланда, который был бы достоин, правда, Ира, чтобы достать тебя из коробочки, никак не находится. Мы вроде бы задеваем вот эту сложную доминанту полового увлечения. Но на самом деле речь идет совершенно о другом. О взаимоотношениях с Роландом, с мужчинами, которые на самом деле ощущаются женщинами как опора, банально, как источник силы, дополнительной, нужной, потому что трудно удержаться в этом мире. В итоге на самом деле мы не о половом лечении говорим, а вот об этой некоторой интерференции. что такое позиция зависимости? Ну, с этой точки зрения. На самом деле это когда эту полифонию, полифония поглощена каким-то зависимость? Это когда все сводится к некому волшебному жезлу, который в сказке не актуален. Ну, как бы суть-то в том, что вот они воруют волшебный жезл, и как бы он исчезает. Дальше им просто принадлежат некоторые волшебные способности. Правда? А раз жезла нет, кроме вот этого момента его воровства, который сам по себе интересен, то он и не особо лебединозен. Если я считаю, что единственной целью моей жизни является найти мужчину, родить ему детей, детей, как бы дальше все будет как-то само собой, то это, конечно, зависимость. Пусть мы ее и не считаем патологической, но на самом деле у нее есть все те же законы, что у любой другой зависимости. Например, абстинентный синдром. Ну вот душечка чеховская. Нет у меня мужчины. Зачем же мне в театр ходить или на выставку? Не знаю, зачем же мне кино смотреть или что еще? Книжку читать. Вот у меня мужчина будет, вот тогда вот как бы мы пойдем в театр, в музей и так-то а мне самой по себе это все нафиг не нать и неинтересно. Нету мотива. И если я как душечка, если нету мужчины, то я лежу мешком. Да, и на диване практически и не моюсь. Зачем? Видимо, вот на запах придет. или вытянет мусор. Смотрите, все в сказке есть. Она же не выдерживает, превращается в цветок. Ну, есть, конечно, шансы, что камень кто-нибудь подберет, но как-то тут цветка шансов гораздо больше. Надо это все-таки как она не боялась высовываться, надо все-таки причепуриться, накраситься, одеть мини-юбочку, и пойти куда-нибудь, да, победа. Притвориться цветочком. Как скажет, как мужчина скажет. Старые немецкие сказки, они замечательны тем, что там, вот если вы обратите внимание, почти нет главных эпизодов. Вот главные, все эпизоды равно главные. Ну, кроме там, возможно, зачина и концовки, конечно. значит, если человек будет говорить, там, я не знаю, нет, вот суть сказки, это там, секс, или это всех порвать. надо найти врага и его порвать. Это тоже такая важная и существенная у нас форма зависимости. Поэтому в норме, конечно, чаще всего люди рисуют на листке не один, а несколько эпизодов, которые они запомнили. они некоторую полифонию рисуют. Но я самое главное, что я вам хочу объяснить, что это, конечно, все то, во что очень интересно играть самим собой. Что такое независимость? Люди в любом. Независимость. Личности. Личности. Я сейчас не про экономическую. Потому что если у меня денег даже достаточно, я их все равно пропью. Сто процентов. или это прокурю, пронюхаю, проколю. Она в чем? Это же первый и главный вопрос. Смотрите. можно найти для себя около 12 разных вариантов страхов в этой сказке. Можете взять текст дома и сами посчитать. И столько же способов этот страх преодолеть. Ну, то есть, мечтаний, вариантов и так далее и тому подобное. Что такое независимость? На чем она основана? Девушка камень больше независима и более независима, чем девушка церкви. Вот. Можно по поводу следующего вопроса? Сейчас. Сейчас мы это закончим и, конечно, дальше поговорим. Я же не предлагаю прямо вот... Я хочу сказать... сейчас вас вернуть просто к независимости. Потому что девушка камень более независима? Возможно. Но это непреодолимая твердыня. Если девушка камень, то об нее можно зубы сломать. Мне кажется, она наоборот более зависима, потому что она так обиделась и так зацикливалась на своей обиде, что за камень или на своей беспомощности. Как вы к этому относитесь? Есть в этом верно, потому что независимость, вот если самое такое ядро брать, это когда ничто не может повлиять на нечто. Ни один фактор воздействовать на объект не может. Не может повлиять, пока не захочется в объект. А это уже не обязательно. что мне мужчине нужно девушке. Я сознательно говорю мне. Я старый дедушка. и это мне уже нужно далеко не только это. Верите? Забота кто-то рассказывает. Ну я как тот пастух. В общем чего людям нужно друг от друга? Чего нужно мужчине от женщине? Как мы называем это? Зависим. А мы разве можно жить? Это вот в этом проблема понятия независимости. Можно жить независимо друг от друга? Можно. Но в общем когда мы лежим двумя камнями в двух разных постелях в двух разных комнатах при двух разных компьютерах то мы конечно независимы. Но в общем и семьи у нас никакой нету и отношений в общем тоже. Даже если мы считаем что они есть то это сугубо иллюзорное отношение. Каждый плавает по своему озеру как бы кто-то селезнем кто-то уточкой но вода вода кругом вода в общем понимание нужно я хочу чтобы всего-то чтобы мой партнер мно интересовался был открыт мне навстречу и в общем ну там способности к уборке стирки носок они вторичные потому что на самом деле при наличии стиральной машины это такая фигня по большому счету если не составлять жестких расписаний кто там чего делает кто носки стирает кто в общем полы моет и так далее и тому подобное я сейчас даже не про это ну какая-то я всегда говорю мне нужно чтобы женщина меня впустила мне нужна ее мягкость мне нужна ее способность меня чувствовать может быть даже без моих каких-то избыточных слов слов излияний это не только чисто сексуальное отношение это отношения эмоциональные ну как бы я взамен попробую насколько могу что ж такое тогда это самая загадочная блин независимость которую мы так все хотим достичь если в общем в общем я хочу быть зависимым от своей женщины да но только не это фигня все это стирка трусов это не в этом иначе иначе нет пары как я умер она осталась там на своем озере в своей комнате у своего компьютера поплакала конечно похоронили и все и нет меня и первые строки нацина нету нету возможно я конечно такой был но я не хочу я хочу чтобы хотя бы вот эта самая моя женщина мне говорила говорила это вот эти вот эту первую национовскую строку он в 25 лет умер это модно было всегда среди российских поэтов не говорите что он умер он живой я хочу чтобы она это повторяла а значит я хочу от нее зависеть и хочу чтобы она от меня зависела мы просто что-то перепутали в слове зависимость а я сейчас не про нее потому что ну там у нас много видео есть вы можете посмотреть много на эту тему рассуждать я про независимость она тогда чего это я боюсь ошибиться цитатой в общем это блаженный августин я у нас блаженный там святой вот который говорил если человек что полюбит то он тем и станет ну мужчина любит своей жизни исключительно автомобиль и в общем да в какую-то такую железяку и превращается конечно если я люблю женщину я мы похожи становимся друг на друга я в ней она во мне что такое независимость свобода терновый куст самое главное чтобы у меня был терновый куст тогда я любого гада в лоскуты порву и буду свободен это свобода чем отличается одно от другого стоп стоп повторите сначала для нее является свободой быть кем она хочет и это на самом деле ближе всего к тому чего я пытаюсь сформулировать что для этого надо откуда берется вообще сказка свобода мыслей понять нужно что ты хочешь о о я для начала должен понять что я хочу на самом деле помните пикник на обочине Стругацких сталкера Тарковского когда они приходят в книге к золотому шару в фильме в дом в этот в котором исполняются все желания они уходят оттуда потому что все вдруг понимают они исполняют их подлинное желание и не того что они теоретически как бы хотят почему ну потому что это не их желание это желание внушенной культурой да там хочу бмв это не имеет никакого отношения к подлинному моему желанию мое подлинное желание в том что я хочу престижа и вот это сейчас уже не так слава богу а в 90-х годах вот просто когда дверь дорогой иномарки открывалась ну мало того что там одни бандиты сидели но дело в том что когда дверь открывалась человек выходил и осматривался как в него люди реагируют они падают ниц и начинают биться головой оппол от зависти или нет на полном серьезе то что мы с вами делаем это своего рода если хотите простейший тест который можно делать наедине с собой для этого сказку надо искренне прочесть не пытаясь анализировать и отложить на пару дней а потом через пару дней попробовать вспомнить что приходит в голову что вспоминает и сказка вовсе не обязательно должна быть сказкой я так начинаю понимать чего я хочу потому что то что я хочу это всегда сказочные термины я на самом деле хочу не автомобиль я хочу прикупить себе значимости и уважения для чего ну в конечном итоге для того чтобы кто-то обо мне сказал не говорите мне он умер вон его БНВ до сих пор в гараже стоит понимаете какая штука это надежда такая и это она на самом деле ведет человеком если ты понимаешь чего ты хочешь если ты понимаешь еще одно обязательное условие чего ты боишься ты можешь говорить от какой-то собственной независимости потому что иначе ты хочешь того чего от тебя хотят другие женщина мужчина Роланд культура ну там я недавно вспоминал советские времена это была там квартира машина дача идеал такой значимости материальной потом в 90-е годы все это превратилось в такой невероятный масштаб да что люди потерялись они перестали понимать что они хотят если это не выражать в количественном измерении а попытаться как-то выразить в качестве вообще ведь мы очень часто забываем заканчиваем что еще собственно слово психология как обозначение некоторой науки появилось во второй половине 19 века и то как философско антропологический термин научная так называемая психология начинается с Фрейда которого считали вовсе не научным весь этот период ему еще и 100 лет нет вообще люди для того чтобы для этого процесса который независимости который самопознание пользовались средствами культуры поэтому я просто пытался сегодня продемонстрировать как это может быть интересно и значимо для познания себя если ты ставишь такую задачу волшебная палочка конечно коснулась темы что же человек действительно хочет в этом психоаналитике пытались пирамиду потребностей построить ну они ну они же на самом деле это были это были не психоаналитики это был маслоу вообще и власть власть смести как адрес по-моему нет универсального ответа для каждого человека своим я не помню кто честно не помню могу вспомнить сказать кто-то из близких мне терапевтов и писателей типа рула мы но не уверен что он может быть даже маслоу сказал то что я вам вот сегодня в частности пытался объяснить так не бывает человек в сущности представляет собой сложную полифоническую картину и на самом деле главная задача на мой взгляд специалиста по этой картине кто бы он ни был социальный работник реабилитолог несуществующий психолог уметь эту полифонию принципиальную полифонию видеть ну вот я только что сказал я выучу когда-нибудь если вы будете ходить ваши имена вот для вас цветок прекрасен ну это же не означает совершенно что она не может дать в морг как бы если я к цветочку полезу что она не умеет пользоваться шипами я же такого не говорил понимаете какая штука это полифония в которой что-то одно выдвигается на передний план и нога мешает но вся надежда на изменение человека она заключается в том что все остальное в нем тоже есть иногда в скрытом виде иногда в забытом иногда в потерянном как в камне есть цветок понимаете какая штука и сказка это очень точно знает любая сказка что она может быть может быть она не умеет Продолжение следует...